В Сургуте будут производить до миллиона масок в месяц. Цех по изготовлению средств индивидуальной защиты открыли накануне. Подобный уже работает в Ханты-Мансийском районе. При полной загрузке обоих заводов, как говорят в департаменте промышленности округа, можно будет закрыть потребность больниц и предприятий в масках, защитных костюмах и бахилах. На производстве СИЗов побывала и моя коллега Ольга Придоха. В минуту 40 масок в месяц до миллиона защитных повязок. Цифры не заоблачные, а вполне реальные. О них уже смело говорят на новом производстве, которое открыли в Сургуте. Оно практически автоматизировано и нацелено на оптовое производство средств индивидуальной защиты. Оттого и цена ниже среднерыночной в стране практически на рубль за каждую маску. На качестве, говорят специалисты, это не скажется. Материал для СИЗов, например, изучали детально, прежде чем заказать. Это не тканный материал, это не просто ткань, с которой мы привыкли знать для одежды. То есть не тканный материал, который при производстве обладает свойством защиты. В этом его особенное свойство. Он производится из гранул, которые производят крупнейшие наши нефтехимические предприятия. Оборудование для защитных средств тоже непростое. Его заказывали в Челябинске на заводе, где когда-то производили танки. Пока пришла только первая партия станки для масок. Ожидают еще технику, которая будет шить защитные халаты и бахилы. Все по сертифицированным технологиям, которые прошли проверки качества. Они складываются, видите, специальным приспособлением, формируются три складочки, заводятся под запайку, они спаиваются, все три слоя пропаиваются. Получается вот маска. В дальнейшем к ней припаиваются резиночки. И выходит наружу все. Сейчас производство масок в Сургуте только выходит на заявленные мощности. Помощь бизнесу оказали в правительстве Югры и в фонде поддержки предпринимательства. Новые условия вызвали и новые меры поддержки. Цех смог взять кредит в 65 миллионов рублей всего под 1%. Это был определенный ответ на те изменения, которые у нас происходили в мире и в стране. Сейчас существует большая потребность производства средств индивидуальной защиты. И фондом был расширен перечень программ поддержки. Как раз появилась такая программа, которая позволяет не только приобрести оборудование, но и провести модернизацию. Закупить часть сырья на льготный как раз займ. Это возможность автономно обеспечить потребность собственных медицинских организаций в том числе. И, соответственно, практика показала, что в самый пик пандемии весной этого года была огромная проблема на самом деле приобретение подобных средств защиты. Но сейчас, слава богу, этот вопрос решен. Проблема и правда была. Маски и халаты для врачей из красной зоны заказывали спецбортами из Китая. Сейчас, когда два производства выходят на полную мощность, больницы региона, да и все крупные предприятия могут не закупать СИЗы за границей или у соседей.